Привет! Это Ксения Зубченко, детский психолог и мама. Сегодня я хочу вам рассказать об одной игрушке. Это игрушка для детей от двух лет, кажется, здесь написано. Кажется, от двух. Но на самом... Нет, даже здесь написано от трёх лет. Но на самом деле, мы вот, например, своему ребёнку подарили эту игрушку на год. И, в общем-то, с года можно уже играть. Правда, у вас так не получится дать это ребёнку, чтобы он играл сам. Придётся играть вместе с ним. Давайте я вам покажу, что внутри. Это пазл с такими вот большими кусками. Это один элемент. Почему тактильный? Сейчас расскажу. Вот это один из элементов пазла. Здесь нарисована такая пчела. И это вкладыш. Можно нажать. Она достанется. И вот здесь вот на каждом животном есть такая тактильная вставка. Она может быть вот здесь вот такая мягкая, как пёрышки у петушка. И здесь гладкая и блестящая. В чём развивающий момент? Деткам очень полезно трогать разные поверхности. Ну, вы, наверное, видели ещё книжки такие тоже есть тактильные, с тактильными вставками. Это очень полезно трогать их, ощущать, называть. Вы поможете называть ребёнку эти поверхности, какая она гладкая или мягкая, шероховатая и так далее. Это стимулирует, во-первых, кончики пальцев, это сенсорное развитие, развитие восприятия. Кроме того, как вообще играть в этот пазл с годовалым малышом? Сначала вы даёте ему один элемент. Он будет нажимать ручкой. Вы покажете, как это сделать. Нажимать ручкой, выпадает игрушка такая. Это интересно ребёнку. Можно нажать, что-то выпало, какая-то такая фигурка. Здесь какая-то дырочка образовалась. Дальше вы можете с этой фигуркой поиграть. Это пчела. Пчела. Пчела летает. Таким образом рассказывать о том, кто это, как она говорит, как она звучит. Всё это развивает речь малыша. Можете рассказать стишок или песенку спеть про эту игрушку, про эту фигурку. Вот, например, петушку. Петушка возьмём. Ребёночек у вас выдавил петушка. Маленькому лучше одну игрушку за раз сначала показывать. Это петушок. Петушок. Петушок говорит. Кукаря-ку. Дальше можно спеть песенку. Петушок, петушок, золотой гребешок, масляного ложка, шёлково-бородушка. Что ты рано встаёшь, голосисто поёшь, деткам спать не даёшь. Так говорит петушок. Да, правильно. Кукаря-ку. Неважно, как вы поёте. Хорошо, плохо. Ребёнку это неважно. Дети лучше воспринимают, во-первых, рифмованную речь, чем обычную нерифмованную. И если это в песенке с ритмом или в стишке, это гораздо лучше воспринимается. Это интересно ребёнку, это помогает привлечь его внимание. Поиграли с петушком. Достали ещё одну игрушку. Выдавили. Достали, выдавили. Лягушка. Вот лягушки по дорожке скачут, вытянувшие ножки. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква скачут, вытянувшие ножки. Если не знаете песню, ищите в интернете стишок. Можете ходить на развивающие занятия, там запоминать какие-то стишки про животных и ребёнку дома рассказывать. Это очень важно. Если не знаете, если опять же не знаете стишок, не знаете песенку, берите любую песню и на её мотив спойте. Хотя бы озвучьте этих зверей. Вот возьмём кошку, возьмём собаку. Кошка и собака разговаривают. Вот собака, собака говорит аф-аф, аф-аф. А это киса. Киса мяу, мяу. И они разговаривают. Вы можете в сюжетную ролевую игру какую-то сыграть, проиграть какие-то ситуации с этими зверями. Спектакль какой-то маленький показать малышу. Когда у вас ребёнок подрастёт, он уже будет не только выдавливать эти картинки, но и вставлять в вот это отверстие. Это как рамки вкладыша будет. Это игрушка, развивающая восприятие формы. Нужно провести соответствие между формой игрушки и вот этой формой дырочки. Потом ребёнок у вас будет вкладывать. Сначала давайте ему одно поле и одну игрушку просто вложить. Потом можно две игрушки достать кошку, достать собаку и предложить выбрать. Вот киса. Давай кису посадим в домик. Где у кисы домик? Здесь? Нет, не получается. Здесь? Да, вот у кисы домик. И вставляете. Потом можно давать всё больше и больше. И потом все игрушки он будет вставлять. А потом из этих вот элементов можно уже собрать пазл. Некоторые дети это в два года умеют, но это очень продвинутые. Может быть, два с половиной, в три года, да, он будет собирать пазл. Этот пазл получится вот такой большой, интересный. И на пазле у вас получится целая картинка, ферма в данном случае. И по этой картинке можно ранговаривать, можно просить найти то или иное животное, рассказывать, какие здесь цвета, составлять целый рассказ по картинке и делать целое развивающее занятие. В общем, эта игрушка очень долгоиграющая. Где-то от года и до, наверное, семи лет можно в неё играть. Так что она не совсем дешёвая, но стоит своих денег. Очень качественная и хорошая. Рекомендую. Если у вас есть какие-то ещё ко мне вопросы по поводу игрушек или по поводу детской психологии, оставляйте комментарии внизу. Нажимайте лайк, если вам это видео понравилось. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok